Всем привет! В прошлом видео, ссылку на которое я оставлю в описании к этому ролику, я рассказывал о том, как настроить гувернер V-Bar на примере вертолета Raptor E-700, оснащенного регулятором Hubi-Vif Platinum. В этом же ролике я покажу, как проверить правильность подбора передоточного отношения. Мы посмотрим, как в онлайне работает сам гувернер, как он управляет регулятором оборотов, и можно будет по этому ролику сделать вывод, правильно ли подобран пиньон или неправильно. Ну что ж, поехали! Для отображения работы гувернера в реальном времени я использую Bluetooth-модуль для V-Bar и мобильное приложение V-Stabi. Вот на скриншоте можно увидеть, как отображаются параметры работы гувернера. Давайте немного пройдемся, что здесь показано. Значит, строка Gain. Здесь указывается чувствительность, назначенная гувернеру. Current Head Speed. Это реальные обороты ротора. Required Head Speed. Это назначенные обороты, то есть те самые обороты, которые мы задаем с помощью полок в передатчике. И наиболее интересующая нас строка – это Governor Output. Эта строка отображает работу внутреннего канала, управляющего регулятором оборотов. Значит, если мы правильно согласовали этот канал и наш регулятор оборотов, собственно, то, что я и показывал в прошлом видео, это именно касалось калибровки регулятора оборотов, то в данном контексте у нас будет работа гувернера выглядеть следующим образом. Если здесь будет минимум, хочу заметить сразу, что минимум в этой программе отображается в виде значения минус 1600. Если здесь будет указываться минимум, значит регулятор оборотов отключен и мотор не работает. И здесь максимум, который будет выглядеть в виде значения 1600 в плюсе. Это значение говорит о том, что регулятор оборотов у нас выходит на максимальную свою мощность. Поэтому мы будем смотреть за тем, как у нас работает этот канал в процессе работы нашего гувернера. Как я говорил в прошлом видео, для правильной работы гувернера ВИБАР необходимо, чтобы на наших рабочих оборотах, в моем случае это было 2100. Здесь значение, если пересчитать по этим числам, значение здесь для 75% будет колебаться в районе 800. Кому интересно, можете взять в руки калькуляторы и пересчитать. Еще раз напомню, что эта строка у нас работает от минус 1600 до плюс 1600. Итак, поехали. Я для этого подготовил видео, там где собственно сам вылет на весенние и то, что отображает наша программа. Значит, начнем. Итак, произведен взлет, режим весенняя, назначенные обороты 2100. В модель были установлены полностью на 100% заряженные батареи и смотрим, что у нас получается при данных оборотах. Значение газа у нас сейчас находится в районе 1130, что если перевести в проценты, уровень газа у нас равен 85%, то есть на заряженных батареях это уже значение слишком велико и можно сразу сделать вывод, что передаточное отношение для данных оборотов подобрано неправильно. Двигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как только что можно было заметить, легкий пичпамп повлиял на работу хвоста. Произошло некоторое возбуждение. Но поверьте мне, с настройками хвоста это никак не связано. На самом деле это связано с некорректной работой гувернера. То есть, опять же, неправильно подобранное передаточное отношение вызывает возбуждение гувернера и происходит осцилляция по оборотам, что, конечно же, выражается на работе хвоста. То есть, даже легкий пичпамп без особых нагрузок вызывает возбуждение и таким образом хвост начинает жестко отбивать. Сейчас заряженность батареи достигла приблизительно 70%. 70-80% где-то в этом диапазоне. И теперь давайте посмотрим, что у нас получается на выходе с гувернера. Уровень газа по мобильному приложению Vestabi равен 1240, что если пересчитать в проценты, у нас выходит приблизительно 90% уровня газа, что в принципе неприемлемо для полетов в 3D. У нас остается слишком малый зазор для коррекции нагрузок, для того, чтобы был размах для работы регулятора оборотов. 10% это слишком маленький зазор для того, чтобы поддерживать заданные обороты, тем более с учетом разряда батарей и с учетом нагрузок на двигатель. Вот я переключил полетный режим на более низкие обороты, то есть 2000 оборотов в минуту. Смотрим на показания программы, что у нас приходит на регулятор оборотов. В данной программе отображается как 1100, переводим его в проценты и получаем ориентировочно 85% газа. На данном этапе можно оценить заряженность батарей как 60% где-то, и 85% для таких оборотов, ну это слишком много тоже. Потому что на самом деле Микадо нам рекомендует иметь уровень газа 65-75%. 85% это также слишком много. Соответственно, опять же подтверждается неправильный подбор передаточного отношения. И как бы можно делать определенные выводы даже на данном этапе. Двигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим, как по мере разряда батарей постепенно и постепенно поднимается уровень газа для поддержки заданных оборотов 2100. Продолжение следует... Опять же смотрим на уровень газа. Батарея уже разряжена примерно процентов до 50, наверное, 50-40. И смотрим на уровень газа при оборотах 2000. И получаем также 86%. То есть, опять же, мы находимся за рабочим диапазоном работы мавернера. Двигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас были включены обороты 1800. И теперь смотрим на уровень газа при этих оборотах. Нам программка показывает примерно 930. Возьмем это значение и переведем опять же в проценты. И в процентном отношении это равно 75% уровня газа. Что, в принципе, вполне приемлемо для штатной работы гувернера ВИБАР. Смотрим дальше. Что ж, можно сказать, просмотревшие это видео и просмотревшие все параметры. Можно сразу отметить, что для того, чтобы использовать 2100 или 2000 оборотов как рабочий полетный режим, к сожалению, это передаточное отношение не подходит. С подобным передаточным отношением, какое ныне я имею, максимум, на что можно рассчитывать, это 1800 оборотов в минуту. Либо же нужно менять двигатель на более оборотистый, имеющий более, нежели 530 кВ, как у меня. Либо же менять приводную шестерню, то есть пиньон не 13, а уже нужно 14 зубьер. Таким образом, только я смогу при корректной работе гувернера иметь 2100 оборотов на головном роторе. Так что смотрите видео, изучайте материал, делайте выводы, влетайте в свое удовольствие. Всем удачи! Продолжение следует...